Прямой эфир с главой государства. Владимир Путин поздравил многодетную семью Туговых из аула Красный Восток у достойных Ордена Родительская Слова. Соблюдение правил дорожного движения – одна из основных задач. Проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Государственный фонд «Защитник Отечества» поздравил маленьких жителей с Днем защиты детей. На праздник пригласили детей-участников СВО. Мастер-классы и много конкурсов прошел фестиваль «Первых» для школьников, организованный Российским движением детей и молодежи. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Жанкёзов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по организации летнего отдыха детей. В заседании приняли участие председатель правительства Мурат Аргунов, руководитель администрации главы правительства Мурат Озов и заместитель председателя правительства Ирина Гербекова. Обсудили вопросы организационного характера, соблюдение всех мер безопасности, наличие развивающих программ летних смен, как обязательно в условиях летнего отдыха. Напомню, что за летний период в лагерях Карачаева-Черкесии всеми формами отдыха и оздоровления будет охвачено более 12 тысяч школьников, большая часть которых – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Дети участников СФО, дети из семей из Донецкой и Луганской республик, дети-сироты и из многодетных семей. Накануне, в День защиты детей, президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником. Многодетная семья Туговых из аула «Красный Восток», удостоенная ордена «Родительская слава», приняла участие во встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеосвязи. Смотрите подробности. Здравствуйте, Владимир Владимирович, уважаемые. Мы хотим в первую очередь поблагодарить вас за ордена «Родительская слава». Мы благодарны. Мы ощущаем вашим многодетным семьям поддержки. Спасибо вам за это. Резуан Георгиевич, у вас дети в основном чем занимаются? Чего они любят? Какие у них увлечения? Дети увлекаются. Вот два сына в борьбу ходят, в вольную борьбу, спортуголок. Ну, дочки учатся. Старшая замужем, внучка уже шесть месяцев. Отлично. У вас продолжение семейства обеспечено. А ребята каких результатов добиваются в борьбе? Сколько лет они уже занимаются борьбой? Ну, вот старшему сыну, он уже третий год ходит. На вырождение, медали получает уже. Он младший, он с ним вот недавно пошел тоже с ним заниматься борьбой. Здесь кто-то из борцов, кто-то есть? Здравствуйте. Да, привет, как тебя зовут? Здорово. Как долго ты занимаешься борьбой? Три года. Три года уже? Ну, прилично. А сколько у вас в группе ребят? Двадцать человек. Двадцать, ну, прилично. Зал нравится? Подходящий зал у вас? Да. А тренера как зовут? Мурат Хатайдович. Привет ему и передавай. Спасибо. Тебе спасибо, что ты занимаешься сам спортом и хороший пример всем остальным подаёшь. А тренеру спасибо за то, что он занимается с такими, как ты. Ему и всем вам больших успехов желаю. Спасибо. Спасибо. Александр Георгиевич, хотите что-то ещё добавить? Да, спасибо вам ещё раз за награждение, что время выбрали с нами вот говорить. Ну, и приглашаем в Карачево-Черкесии, будете, в село Красный Восток, приглашаем к себе на чай, в гости. А с чем чай будем пить? Ну, с сыром домашним, со сметаной домашней своей. А вы сами делаете сыр, да? Да, мы хозяйство есть, хозяйство держим, занимаемся, дети помогают тоже в хозяйстве. Ну, это очень здорово. Это очень хорошо, когда дети имеют возможность общаться с животными. Это отлично просто. Им в этом смысле, безусловно, повезло. И уверен, что и сыр у вас самый вкусный. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. Спасибо вам. Если возможность будет, у вас с семьёй соберётесь, приезжайте в Москву. Спасибо. Всего доброго вам, успехов, всего самого хорошего. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах, формирование ответственного отношения водителей, пешеходов и пассажиров к соблюдению правил дорожного движения является одной из основных задач госавтоинспекции. С этой целью с 29 мая по 9 июня на территории Карачаева-Черкесии проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети». О значимости акции рассказал сотрудник госавтоинспекции Заур Кипкеев. С ним встретилась Альбина Ламкова. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с маленького возраста. Изучение элементарных правил служит залогом для безопасности на дороге. Нет, на дороге не использую. Напрасно едут машины, что напрасно нельзя ехать. В целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения разрабатываются федеральные, региональные и местные программы. Они направлены на сокращение количества дорожно-транспортных движений и снижение ущерба от этих происшествий. Мероприятий в этом направлении проводится большое количество. Целью данного профилактического мероприятия является недопущение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних детей. Для этого у нас сотрудники госавтоинспекции республики на постоянной основе, в частности в период проведения данного профилактического мероприятия, общаются с водителями транспортных средств, также с пешеходами, с пассажирами, со всеми участниками дорожного движения, проводят беседы профилактического характера и просят их неукосиненно соблюдать правила дорожного движения. С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации. И нельзя к этому относиться, как к второстепенному предмету. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, это соблюдение элементарных правил дорожного движения. Единственный, кто может его в этом убедить, взрослый человек. И естественным способом, своим примером, говорит Заур Кипкеев. Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей и родителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей пассажиров в автомобиле. В всех районах мы бываем, общаемся с детьми, с преподавателями. Видно, что работа ведется, и каждый старается внести свой вклад в эту проблематику, чтобы от этой проблемы избавиться, чтобы у нас не то что смерть, но чтобы у нас вообще в принципе дорожного происшествия с участием детей не было. Все к этому стараемся подвести, стараемся работать, насколько можно больше с детьми. И видно, что дети вот эти основные правила знают. Практически половина всех дорожных аварий с участием несовершеннолетних приходится на летний период. Поэтому огромная роль в воспитании законопослушных участников дорожного движения отводится и родителям. Особое внимание уделяется использованию, в особенности детишками, светорожающих элементов в темное время суток. Пускай сейчас и у нас темнеет, скажем так, позднее. Но тем не менее, сейчас мы понимаем, что период сейчас будет каникул летних, и дети у нас будут гулять. Естественно же, в основном будут допоздна, и в 9, и в 10 вечера будут прогуливаться. И в обязательном порядке просим, доводим и до взрослого поколения, и собрания родительские проводим в школах, чтобы детки обязательно были заметены на дороге. Для этого, чтобы они использовали на одежде, на своих аксуарах, таких как в портфеле, вот эти светорожающие стикеры. В большинстве случаев причиной автомобильных аварий становится халатность участников дорожного движения. Грубое сознательное нарушение правил. В особой группе риска находятся дети. Проговариваем вот эти моменты, чтобы когда они проходят, так проезжать, чтобы обязательно в порядке, они свои гаджеты всевозможные, телефоны сотовые, аксессуары в виде наушников и всего прочего, чтобы они все убирали спокойненько, посмотрел по сторонам, вот эти простые правила, посмотрел налево, посмотрел направо, убедился, что автомашин проезжающих нет, либо вас пропускают, только в этом случае может переходить через дорогу. Вот эти моменты все проговариваются. Статистика не радует, отметил Заур Капушев. Только по итогам четырех месяцев текущего года на дорогах республики было совершено 12 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых один ребенок погиб, и 13 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Недавно в Хабецком районе был такой несчастный случай, где такой пострадал несовершеннолетний пешеход. Понятное дело, что это очень серьезная проблема, и в обязательном порядке мы этот момент берем на контроль, и будем работать, добиваться того, чтобы таких случаев больше не случалось у нас. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаева, Черкесия. Накануне, в Международный день защиты детей, полицейские, общественники и добровольцы посетили социально-реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних. В первый день летних каникул полицейские выставили пятерки за знание правил личной безопасности. Сотрудники пресс-службы в доступной игровой форме рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на улицах и в сети интернет. Детям объяснили, как следует себя вести, если к ним обращаются незнакомые люди. Для того, чтобы ребята лучше усвоили пять важных правил, их вовлекли в процесс игры и смоделировали несколько проблемных жизненных ситуаций. Мальчишки и девчонки с удовольствием принимали участие в конкурсах и отгадывали тематические загадки. Во время мероприятия сотрудники полиции раздали ребятам памятки об основных пяти правилах поведения. Заместитель председателя общественного совета при МВД по республике Али Байрамкулов и добровольцы провели с детьми развлекательно-познавательные мероприятия. В Черкесске государственный фонд «Защитники Отечества» поздравил маленьких жителей республики с Днем защиты детей. На праздничное мероприятие пригласили детей участников и ветеранов СВО. С праздника Дарья Тендит. Первым мероприятием, которое прошло в открывшемся накануне филиале Государственного фонда поддержки семей ветеранов и участников СВО, стал праздник День защиты детей. Ребятам провели экскурсию в новом помещении. Холл филиала украшала выставка рисунков «Мой папа-герой». Фонд «Защитники Отечества» создан для оказания социальной медицинской помощи семьям ветеранов и семьям участников СВО. Специалисты будут помогать в России реабилитацию, отметил руководитель Марат Абазалиев. В доступной для детей форме попытаемся объяснить, чем мы будем заниматься и как мы будем помогать их родителям, которые находятся на боевой, и как будем помогать самим детям, их мамам. Заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова поздравила маленьких жителей с международным праздником и пожелала всем счастья и здоровья. Все, что делается сегодня, это как раз направлено на то, чтобы вот эти наши детки, детки героев, которые сегодня защищают родину, были счастливы и довольны. Для всех это счастье, радость. Моя, прям как услышала, в восторге была. Сказала, что поедем, посмотрим, повеселимся. Задача взрослых – обеспечить безопасное будущее и счастливое детство для ребят. Именно за это борются сейчас их отцы, находящиеся на СВО. Конечно, детишки скучают без папы, и чтобы им поднять настроение, взрослые организовали для них настоящий праздник. Мы решили устроить вам небольшой праздник. Мы хотим, чтобы вы росли в любви и заботе, чтобы вы стали самыми счастливыми. На праздник пригласили веселых аниматоров. Вместе с ними дети танцевали под зажигательные песни. После музыкального развлечения детям раздали мелки. Для них провели небольшой конкурс на лучший рисунок. Конечно же, победителей не было. Каждая работа была лучшей по-своему. А сладкий приз – вкусное мороженое – получили все участники. Маленьким жителям вручили и памятные сувениры. Дети были в восторге. Какое у тебя сегодня настроение? Веселое, отличное. Само слово «праздник» ассоциируется с радостью, а детский – с двойной. Для многих ребят это праздничное поздравление останется надолго ярким воспоминанием. Завершилось мероприятие совместной фотографии на память. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В День защиты детей в парке «Юность» в Черкесске прошел фестиваль первых для школьников, организованный Российским движением детей и молодежи. В программе мастер-классы, конкурсы и различные соревнования. Ахмат Халкечев продолжит. Детско-юношеский фестиваль первых в парке «Юность» в первый день лета собрал свыше ста детей со всех школ города Черкеска. Ребята разделили на пять групп, которые по очереди должны пройти пять различных станций. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» решили организовать фестиваль первых в 79 субъектах Российской Федерации. И мы вошли в этот список. Я хочу сказать, что не только сегодня на площади Кирова у нас состоялся фестиваль, но также и представители Карачаевой Черкесской Республики отправились в Москву, в Ставрополь, на Машук, для того, чтобы представить нашу республику. Везде представляют нашу республику дети и также наставники «Движение первых». Организацию фестиваля поддержали Министерство по делам молодежи Карачаевой Черкесии и мэрия Республиканской столицы. Ну а представительство Российского Красного Креста, Министерство внутренних дел и Главное управление МЧС организовали свои тематические площадки для участников. С неподдельным интересом дети вовлеклись в задания различных станций фестиваля. Кому-то интересна разборка-сборка автомата, а кого-то привлекает оригами. Ну а другие хотят преуспеть в спорте и легкой атлетике или же освоить азы оказания первой помощи. Новые знакомства – это важно, я думаю, в будущем будет. Может, даже что-нибудь вместе потом пойдем гулять или что-нибудь сделаем, не знаю. Пока что неизвестно. На этом мероприятии вы были знакомы? Нет. Из разных школ? Да. После того, что… С 18-й. С 4-й. Ну а любители интеллектуальных видов спорта ждали шахматные столы. Кто выигрывает? Ну я по качеству, я выиграю. Дальше не знаю. Все может произойти. Если где-то зевну, то он начнет. Общероссийское общественно-государственное движение «Детей и молодежи» – движение первых было образовано по распоряжению президента страны с целью консолидации усилий для всестороннего развития и самореализации подрастающего поколения. И действительно, можно сказать, что все площадки фестиваля напрямую отвечали уставным задачам организации. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашбоков, Весть Карачаева, Черкесия. Недавно отметил свой 80-летний юбилей один из главных организаторов высшего образования Карачаева, Черкесии. Писатель, талантливый научный работник и историк, академик Аскербий Кайчуев. С юбиляром встретилась Белла Джазаева. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи. Продолжение следует...